Всем привет! Для тех, кто не знает, меня зовут Леся, и вы на канале Дамочка на рыбалке. Hello, friends! Hello, from Russia, from Siberia, City, Tomsk. В последнее время все чаще и чаще читаю ваши комментарии такого содержания. Олеся, почему ты не снимаешь видео? Где твой улов? Друзья мои дорогие, очень-очень сама хочу на рыбалку, но у нас река только-только пошла. Пока хотела снять видео, река уже остановилась полностью. И даже серединка уже неподвижна. В общем, вот так вот все выглядит. Ну вот уже некая порция льда возле берега имеется. И еще хотелось бы ответить на пару в ваших комментариях про Татьяну. Вы обычно Татьяне передаете привет, все приветы я всегда передаю. Всегда подъем настроения от ваших комплиментов у нее имеется. Татьяна у нас сейчас на реабилитации, месяц назад она ломала ногу, вот только-только сняли гипс. Но я думаю, что к тому времени, когда наступит сезон рыбалки, она будет в строю, будет с нами. Прогуливающихся очень много. Все вышли посмотреть на сие события, потому что все уже давно ждут, когда у нас пойдет река. В прошлом году она, по-моему, 14 апреля пошла. А в этом году, видите, немножко запоздала. Что я удивляюсь, у нас тепло стало неделю как. До этого у нас минусовые температуры были. И многие подписчики тоже спрашивают, как у вас там с погодкой, наверное, листочки зелененькие. Да вот нет, снега были и мороз. 26 апреля официально можно сказать, что кто-нибудь скрылась, пошла в черте города. Ну, как бы тут же образовался затор. Ну, что поделать. И это очень радует, потому что чувствуется приближение рыбалки. Вы, наверное, много что уже поймали. Делитесь своим уловом, потому что мне уже и с Волги писали, и с Кавказа писали, что там все ловят такие вот рыбины. Ну, ничего, дождемся и мы. Еще вы у меня спрашиваете, Олеся, чем ты занимаешься, пока ты не рыбачишь, пока нет рыбалки? Вот, хочу поделиться с вами для меня очень замечательным событием. Сейчас обучаюсь на курсе по фотографии. Вот 4 мая у меня будет день рождения, а 5 мая заканчивается курс. Даже немножко жаль. Никогда не думала, что фотография так плотно войдет в мою жизнь, но я уже провожу съемки и оффлайн, и онлайн. Оказывается, есть такое приложение, что я могу, в принципе, фотографировать людей в любой части Земли, на планете Земля, лишь бы был стабильный интернет. Представляете, как круто? Вот, в общем, я тоже этому рада. Так что, вот чем я сейчас занимаюсь. Если присмотритесь, то как раз вот там образовался затор. То есть ледоход шел, остановился. Ну и здесь уже вот все по минимуму сейчас. Но главное, лед тронулся. В общем, ветер просто ужасный. Все, потому что надеюсь, что вы меня слышите. Хожусь на набережную реки Томи. Здание библиотеки. И здание драматического театра. Парковка вся забита. Ветер так неплохо меня причесал. Такая естественная прическа. Сразу получилось. Ладно, друзья, поеду я быстренько, куплю удочку. Если куплю, то вам покажу, конечно, какую. Просто хочу легкую, без брендов. Хочу просто купить удочку. Там проскальзывают комментарии подобные. Фу, блин, какие-то палки у вас. Ничего там брендового нет. Вот примерно вот так это все прямо и написано. Друзья мои дорогие, мы не рыбаки в квадрате, в кубе или еще какие-то. Мы любители. Нам этого достаточно. Мы не гонимся за брендами и еще живем по средствам. Вот на что хватает, то и покупаем в конце концов. В общем, приехала я на Бердскую, потому что магазин находится здесь. Он называется Рыбачим. Это не реклама магазина. Это просто то место, куда мы чаще приезжаем, где покупаем всякие рыболовные штучки. Всегда хороший ассортимент и такие достаточно лояльные цены. Посмотрим, насколько лояльными цены и остались. Идем на разведку. Ой, удочки пошли. Мощные удочки. Всего красивого. Все глаза всегда разбегаются, когда сюда приезжаешь. Ну и что вы думаете, пришла за удочку? Тут мне говорят, тебе очень сильно нужны антибликовые очки. Поэтому сейчас буду мерить. Возможно, даже что-то прикуплю. Я с маховым удилищем, поликарбон. Не знаю, какого веса рыбку он выдержит, потому что даже продавцы мне на этот вопрос не ответили. Все удилища у меня такие тяжелые вообще. А тут вот что-то захотелось такого легкого и воздушного. Вот. Ну, в общем, мы спробуем. Что мне нравится в этом магазине еще, это, конечно, продавцы. Клиентоориентированность у них очень хорошая. Что очень редко сейчас встречают. Вода открытая, уже виднеется. Сил нет, как хочется на рыбалку. Удочку себе прикупила. В общем, все. Радостная и счастливая. Поеду домой. И на этой ноте буду с вами прощаться, дорогие мои. Всем хорошего дня. Пока-пока.